всем привет сейчас мы приехали наконец-таки в центр ничанга как видите я обновил свой лук напишите в комментариях как вам нравится не нравится любые мнения я прочитаю и восприму нормально все-таки я первый раз стригусь во вьетнаме не знаю по моему пойдет сейчас у нас начинается очередной квест который называется найти фоба я очень хочу есть мило не очень мы решили перекусить супчиком фоба до этого я не стал показывать мы обошли уже две кафешки или три нигде нет супа фоба более того они даже не понимают что такое суп фоба они прям делают удивленный вид говорят по-английски вообще говорите можно нормально спросить оба фоба фоба суп фоба ничего не понимают вот когда просишь меню открываешь раздел супов оказывается что у них и в меню нет фоба как так происходит до сих пор для меня загадка сейчас мы гуляем в местах где тенек потому что на улице очень жарко попутно ищем супчик сегодня довольно насыщенный день у нас будет мы сделаем обзор одного из ресторанов которые вы писали нам в комментариях пока не будем спойлерить какого сходим на спа заснимем массаж но не полностью конечно и погуляем покажем город прекрасная погода прекрасное настроение и конечно же море побережье сейчас мы зашли вот такой вот интересное место сейчас день поэтому народа немного вечером тут много народу и по утрам это кофейня это лобби какого-то отеля здесь представлены кофейню и том числе полу кафе до полу кафе sky бар и всякие ночные клубы да и самый вкусный кофе а в ничанке еще мы заказали эту позицию изменю сейчас принесут это абсолютно не коррелирует с кофе но можно сказать это тоже завтрак правда это завтрак он такой более американский европейский а второй завтрак который мне принесут он чисто азиатский сейчас будем пробовать принесли азиатский завтрак как видите это суп большой суп который здесь называется бомбо бомбо вот лапша в чем состоит как бы состав лапша говядина зеленушка по можно добавить лайм сейчас нам порекомендовали это сделать чуть-чуть выдавить зелень и здесь какой-то соус но здесь здесь уже идет большое количество перца единственное что мне в этом супе не нравится я его пробую по моему второй раз но тут очень много разновидности этого супа то есть кое-где кладу допустим крабовые шарики здесь их нет я их не вижу мне не нравится этом супе вот это как думаете что это когда первый раз я это увидел мне показалось это печень но это не печень это запеченная к я же я кровь но очень на любителя я это сразу убираю в сторону чтобы это никого аппетит не портила и попробуем сначала бульон я не добавляю добавки пробую как есть как мне принесли он очень острый он острый так на сет стороны попробовать бульон не очень наваристый но по вкусу интересный час обязательно добавим он кстати имеет что удивительно рыбный привкус мы когда вначале заказали подумали он реально с рыбой потому что были прецеденты но здесь рыбы нету откуда рыбный вкус вопрос к поварам попробуем говядинку говядина очень приятная прожаренная кстати еще одна из особенностей который тоже нам открылась во вьетнаме то есть бульон он варится много часов а кое-где даже много лет так вот а говядина в этот бульон кидается уже сырой и то есть она доваривается в процессе когда вам несут этот суп к столу суп вообще появился небольшая такая история на севере в центре его сделали более острым на юге более пряным вот так бульона попробовал говядина попробовал кстати от ли основное отличие от супа фоба фоба идет говядина стекло и говядина лапша стеклянная и такая широкая здесь просто такая вермишель добавим лайм сать чувак почему-то назвал это лимоном ну конечно же это никакой не лимон вермишель вкусная вот но честно признаюсь мне больше нравится фоба со стеклянной широкой лапшой там идет немного другой бульон который не отдает рыбным вкусом вот но этот суп тоже очень оригинальный вкус обязательно попробуйте называется еще раз бомбо приятного нам аппетита и вам тоже если нить что мы поели очень вкусный был суп очень вкусный кофе место еще раз называется аист кофе находится она в лобби отеля хавана хавана отель насколько я понял тут у них sky lounge бар у них ночной клуб по моему даже казино есть если хотите обзор sky бар и напишите в коментах и мы обязательно сделаем сейчас мы направляемся дальше на прогулку отлично подкрепились еще раз повторяюсь вкусный суп я его пробую второй раз первый раз это было прям в таком аутентичном месте вьетнамском на пластиковом стульчики ну там примерно вот мне он не особо понравился я понимаю что он колорит и интересный но здесь он правда подороже был но очень вкусный поверьте мне и отличный кофе если кому нужен кофе хавана премьер отель если кому нужен бомбом бо кавана пример а ты сейчас мы выбираем один из нескольких спа который нам больше всего приглянется первое это называется орхид давайте посмотрим цены отлично припаркованные байки так массаж для детей традиционный вьетнамский массаж 230 дангов цена также представлена в долларах 10 и шведский массаж тайский без масла 250 есть для беременных кстати почему-то тут 2 2 2 менюшки пока она орфит давайте это продолжим массаж рук так у нас наверно интересует обычный самый где здесь обычно вьетнамский китайский ну вот интересно с маслом наверно 230 ты какой хочешь вьетнамский можно попробовать интересно мы пробовали бы тайский балийский а вот вьетнамский депиляция какая-то идет в общем такие цены вот смотрим и хотели кстати астробирование тела что-то кстати спа не выглядит как спа . это вот первый вариант сейчас пойдем посмотрим второй а потом еще третий хотя может 2 нам очень понравится мы решим остановиться на нем второй спам который называется коса или касса а кстати я помню мы его проходили когда шли оттуда ну неважно выглядит он поцивильней такое прям целое здание единственно тут нет прайса сейчас мы зайдем и спросим я буду камеру это какой-то косметический салон массаж так вот наверно цены да подожди где 273 здесь очень симпатично может все таки третий посмотрим ну давай ну давай попробуем ну давай попробуем 4406 минут 60 минут но собственно я извиняюсь за звук просто на улице сильнейший ветер в общем в чем смысл у них ценник повыше вот но оказывается ценник еще не финальный еще идет налог 46 тысяч за человека в общем с этим налогом получается значительно дешевле чем в первом месте мы решили дороже мы решили посмотреть сейчас 3 но это в том числе не исключаем то есть она симпатичная но по цене но может быть первом месте тоже приносит но мы там просто даже не заходили вы знаете большая проблема на самом деле навигации вьетнаме это то что очень многие места не отмечены на карте гугла так так то тоже симпатично довольно таки так что тут по ценам давайте посмотрим меню продублирован в том числе на русском так это hair вот более массаж 300000 налог не включен это вьетнамский 30 а стоп это для ног массаж ног скраб а вижу вот здесь вот до 60 минут 300000 традиционный вьетнамский массаж тела есть опять шведский почему-то есть гималайский кстати камнями да ну слушайте тоже неплохой вариант тимми у него чуть-чуть пониже рейтинг но в целом симпатично вот это третий вариант вот так здесь все выглядит очень вкусно пахнет приятно все думаешь я не знаю говорю что думаешь выглядит симпатично ну что как всегда с приключениями мы выбрали массаж определились вернулись туда нас угостили напитком да мы его выпили все определились массажем указали и сидим ждем когда нас пригласят потом выясняется что у них все мастера заняты все масла закончились как я понял с ее слов она мне то есть я выбрал лавандовый лавандовый лемонграссовое масло мило выбрала массаж с камнями и тоже с каким-то маслом таким вот мне предложили что масло будет без запаха ну в принципе не критично массажист мужчина вот и программы на 70 минут по моему ну то есть что-то как-то не знаю короче предложили там что-то скрестить две программы я подумал что это какая-то байда ну то есть есть уже определенная да там схема по которой производится массаж зачем там хотел взять потом также как у меня с камнями и мы сказали что камней нет только на меня есть да мы в небольшом обломе но как вы могли видеть тут довольно много вариантов альтернативных где можно сделать и мы сейчас направляемся в одним из них в один из них после того как мы оттуда выйдем мы скажем что это был за массаж как он назывался и понравился или не понравился он нам а сюда мы обязательно вернемся и тоже к цели так короче тут одежда специальная это для меня для девушки такая комната здесь здесь ванна да кстати прикольно тот самый ароматизатор так ну все мы раздеваемся это уже контента для youtube все встретимся после массажа поделимся только что мы только что мы вышли из массажа ну давайте будем честными вот откровенный отзыв без всяких там нас конечно встретили чаем все такие доброжелательные но мы скажем честно это был лучший массаж за долгое долгое время более того он входит наверное мой 5 или в тройку у меня в топ-5 лучших массажей если интересен мой топ-5 напишите я вам отвечу более того у нас очень редко сходится мнение после посещения одного места но знаете зависит не от места массажа от массажиста кто вам его делает и обычно там либо мили везет мне не особо или наоборот тут мы прям единогласно массаж был идеален делали его хоть и молодые девушки но они супер профессиональны делают они в темноте что говорит о многом то есть у нее не заученные движения она прям приспосабливается к вашему телу адаптируется при этом надевают халатик дают надеть шорты и вот эти вот личные границы они соблюдаются потому что очень часто вот вас оголяют и все да плюс ко всему очень приятная комната мы были вдвоем там специально такая для двоих все очень красиво вкусно пахнет такое нас было только в спа на поле ну и конечно же велкам дринг good by drink классно молодцы и просят оценить кстати дать фидбэк фидбэк мы естественно оценили все на высший балл то есть горячо рекомендуем очень классный место не зря мы ходили туда-сюда не зря там не казалось каких-то камней в итоге нам пришлось идти сюда короче коса 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 нет коса или кейса кейс по прям в центре вот лотос когда много народа вот сейчас пришло то есть наверное такое проверенное место короче круто а сейчас мы идем на набережную покажем вечерний пляж и далее у нас ужин в очень интересном месте поэтому запасайтесь тоже вкусняшками будем ужинать вместе ну что мы почти пришли я надеюсь там будут места или в она вообще открыто это кафе потому что мог может такой быть разве вообще все свободно заходим но я все то же самое на обзор так мы решили сесть на балкончике что тут есть ресторан греческой кухни написано по-русски открываем миксы соусов блин почему нас почему нам сразу русское меню дали а их только вьетнамское и русское какое тебе еще дали просто мне типа не знаю в английском понятнее ориентироваться салат цезарь 160 интересно что это означает кал норех калам каламари калама ракия а вот кольца кальмара сейчас начнется дождь скорее всего но если что мы можем перешить перешесть я просто почитал бифштексы у меня немного язык заплелся ладно сейчас мы что-нибудь выберем возможно несколько позиций и вау какой гром не закажем ну что как говорится за вечер у меня это просто ко-кола мило мило себе взяла красное вино какая-то страна не сказали может греться ну давай за вечер и за день в целом ну как это сухое вино прям сухое сухое достаточно приятное не скажу сорт потому что он ярко выраженный не знаю ну на 3 из 5 принесли довольно оперативно первые наши два блюда это ассорти соусов мы заказали все плюс греческая пита кстати очень мягкая и салат из арбуза с сыром фета сыра конечно мало арбуза больше да то есть по сути просто салат из арбуза и какой-то соус это бальзамический уксус давайте попробуем соусы ну наверное не буду сейчас все все подряд их сидеть дегустировать какие-нибудь не обычные вот например вот этот оранжевый я попробую берем вот так вот сыр точнее сыр соус и мажем его на лепешку я видно не видно пробуем не знаю что это за соус это сырный ярко выраженный вкус сыра напоминает тысяча островов соус прикольно хотя нет я и все попробую быстро далее вот такой вот пахнет такой вкус резкий уксусный попробуем возможно нострый да это кабачок со специями приятный но пустоватый поехали дальше быстро не останавливаясь в темпе такой вот желтенький сложно сказать по вкусу как будто как это пшено какая-то какое-то пшено далее вот такой интересный соус и конечно сейчас будем их употреблять к нашему третьему блюду который мы заказали это похоже на какое-то размолотое сало из которого убрали жир самый невкусный честно максимально откровенен максимально честен так но это наверное майонез с укропом стандартный это самый вкусный греческий йогурт с огурцом очень вкусный и финальный это просто лечо наверное какое-то ну и кетчуп тут вряд ли будет кетчуп слишком банально да это молотая свекла очень вкусные соусы мне понравилось мне понравился сырный греческий свекла и вот этот что касается вот этой вот это мне не понравился если мясо на одного человека просто для сравнения моя рука это сейчас будем все пробовать игорь уже начал дегустировать ну что продолжаем нашу дегустацию кстати могу сказать что позиции в меню здесь довольно много очень большое меню греческой кухни очень приятная атмосфера обстановка мы решили сесть на веранде здесь обдувает ветерок здорово вид на город приятно приятно основное мясо я попробовал мясо хорошее приготовлено явно на электрогриле некоторые возможно на углях сейчас я попробую это мясо подружить соусами здесь я не могу понять вот это три разных сорта мяса или попробуем вот это можно увидеть кстати следы от гриля да и здесь то же самое электрогриль все классно в отличие от ресторана армения привет армении которая подогревает шашлык в микроволновке ребят отличным сюда какой бы соус мне попробовать мило сказала кстати они отличаются от всех этих ну да я сейчас отсюда вижу с этого угла попробуем вот этот ну блин это похоже на кетчуп кстати я немного расстроюсь если это кетчуп я все-таки надеюсь что это какой-то брусничный или клубничный нет это томатный кетчуп но кетчуп приятный и мясо обалденное вот именно тот вкус шашлыка которого недоставало в других местах мы вы кстати можете уже ну с полной уверенности заявляет что мы не вегетарианцы ну лично я про себя могу говорить я обожаю мясо единственное не особо люблю свинину и баранина но баранина смотря как она приготовлена кстати тут на вот в уголке принесли такое типа как ну не овощной салат и не могу сказать он греческий потому что нет сыра давайте попробуем качество овощей приятно я бы чуть-чуть посолил но как раз для такого случая тут стоит соломка с перцем и солью сделаю это чуть позже так я хочу вот этот оригинальный соус который свекольный смиксовать с каким-нибудь мясом я такого никогда не делал я думаю будет интересно ну то есть все едят там с какими-то кетчупами с горчицами с майонезами даже некоторые ну еще можно шашлык есть конечно с ацабели или как это называется с аджикой а а я попробую жареное мясо с огня со свекольным соусом прикольное сочетание давайте посмотрим как это на вкус очень необычно мне нравится никогда такого сочетания ранее не пробовал классно кстати я не знал что греческий один из греческих соусов это свекольник потому что мы вроде ходили до этого в греческую кухню я ее люблю не очень не разбираюсь откровенно говоря но мои знания не доставали до того что греческий соус входит в состав греческого меню может быть да это какое-то искать инициатива повара местного так мясо все распробовано мне все понравилось кроме первое мясо которое мы брали наверное уже съели его оно было чуть-чуть суховатое возможно вот эти два куска были мы уже съели да наверное вот этот кусок блин но я часто не могу идентифицировать за мясо это говядина вот оно было суховато честно если конечно добавить в него соус вкус становится лучше но мясо я считаю само по себе должно быть сочным прожаренным и аппетитным так и давайте еще попробуем мил уже дегустировала салат из арбуза сыром фета вот так вот сделаем такой небольшой бутербродик и польем его бальзамическим не особо мне нравится этот уксус но в качестве эксперимента если так задумано не могу пойти против рецепта так вот это выглядит ну в моем мире это сложно сочетается если честно ну то есть уксусный этот соус бальзамический извиняюсь сыр фета они дают небольшую соленоватость которая сочетается со сладостью и водянистостью арбуза необычное сочетание мне скорее нравится чем нет да конечно порция тут обалденная на самом деле редко где встретишь такой микс причем я напоминаю это на одну персону хотя мы уже наелись да а еще тут кстати есть рыбный сет его наверное мы попробуем следующий раз вот там тоже креветки кстати я сейчас смотрел на эти банки знаете что они мне напоминают в советском союзе такие делали от болезни на спин лучше бы я это сейчас не вспоминал вот но тем не менее да давай какие-то замоксовала кисло-сладкий горчицу кисло-сладкий и горчицу кисло-сладкий тут я могу сказать не похож на соус хайнс который продается везде которая в макдональдсе присутствует он лучше я не любитель мяса но вот курицу я попробовала на вау очень насыщенный вкус она мягкая натает во рту для этого я еще кусочек свинины попробовала мне не понравился но не потому что это не вкусно потому что я не люблю свинину и она для меня жестковато но вот курицы тут прям вау но я огромный любитель овощей и фруктов поэтому я очень хотела попробовать салат с арбузом и фетой и естественно я его сейчас попробую берем сочный арбуз и гриба уже прав но я тоже попробую так давайте для начала попробуем фету насколько она правильная это похоже на фету но у нее текстуры напоминает больше ой очень такая нежная гладкая как наше фи такса фета более крупенчатые структуры все таки но да ладно и все это мы сейчас польем естественно я обожаю бальзамический соус игорь его не любят и я почти во все это добавляю поэтому я полью очень обильно и естественно попробую это вкусно соленый сыр соленый бальзамический соус не до конца сладкий арбуз и может быть она в салате к лучшему и листик мяты сейчас очень сейчас время арбузов с фитаксы и бальзамическим соусом нет никаких проблем в поисках обязательно приготовьте это простой салат и насладитесь им ну что мы сейчас все это доедим если сможем физически потому что мы уже наелись порции действительно огромные и скажем свое мнение и самое главное цены сколько это вышло нет ли скрытых комиссий каких-то позиций которыми не закладывали точнее заказывали нам приятного аппетита а вы можете написать какое место на посетить следующим напоминаю что у нас уже была русская кухня у нас было армянская кухня грузинская да у нас была итальянская кухня сейчас греческая следующая какая она должна быть напишите в комментариях посоветуйте место и мы сходим также все заснимем честно и беспристрастно все приятного нам аппетита и вам также если вы едите а а качестве бонуса к нашему жену нам еще принесли десерт он идет бесплатная такая плюшка это шоколад с бананом вот такой шоколад давайте попробуем шоколад с орешками идет если честно мы так объелись мы просто чтобы никто не обиделся сейчас так чуть-чуть там попробуем и пойдем и давайте как нет извиняюсь за моим за моим незнанием это явно какой-то греческий десерт шоколаде какие-то орешки 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 очень вкусные и с бананом вот видите внизу орехи они прям белые какие-то то есть напишите что это я не знаю честно очень приятно вкусно но это надо к чаю мы забились что закончился наш сегодняшний ужин было очень вкусно как я сказал мы греческую кухню любим но к сожалению видим ее довольно мало потому что мало где она представлена здесь нам порекомендовали эту кухню 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 здесь нам порекомендовали это кафе большое спасибо нашим нашему зрителю я сейчас выведу его имя на экран спасибо большое очень понравилось ну я уже заспойлерил да понравилось нам мы заказали большой мясной сет он реально был большой он был огромный моего вдвоем даже не доели мы заказали салат из арбуза и сыра и очень интересное сочетание приготовьте дома еще быстро полезно и очень вкусно еще мы заказали сет из соусов и традиционные пипит лепешка пита бокал вина и кока-колу все нам вышло в семьсот тридцать тысяч донгов у них не включены скрытой комиссии не включен налог вы точнее налог включена наверно сразу идет в цене позиции блюда не включено обслуживание семьсот тридцать тысяч на рублей это давай математика это примерно три с половиной тысячи вышло но посчитайте курс 45 вот и семьсот сколько 30 умножьте на 43 получится да нам понравилось было сытно я говорю мы обелись вкусно ну конечно там из 10 сортов условных сортов мяса 2 наверное были суховатые у меня вопросы к хлебу который был довольно пересушен не к пить не к пить а а именно к хлебу я его не понял но во всем остальном идеально честно и у нам на входе еще по встречался довольно колоритный мужчина да я не исключаю что это владелец он был доброжелателен спросил как нам нужен мы откровенно сказали фигня шутка естественно ему там спели оды откровенные все да да если вам было интересно проводить с нами день спасибо большое если посмотрели наш выпуск если у вас есть рекомендации что нам заснять пишите обязательно темы которые вам интересно также пишите ну а мы отправляемся домой и всем хорошего дня увидимся в следующих выпусках пока миле купили шарик мило счастлива почему именно лягушка потому что фаной мы покупали свинью а сейчас я захотела лягушку кстати у нас есть прикольный шорт со свиньей посмотрите его и и и и и и